Утро на балконе. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас к нам присоединяется посредством ЗУМа замначальника Бюро по предотвращению в борьбе с коррупцией и по вопросам следственных действий Инна Циро. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот, как обычно, в январе мы подводим итоги прошедшего года. Вот каким он был для КНАБа. Может быть, несколько слов для подведения итогов. Ну, надо сказать, что для Бюро это был, так же, как и другие года, рабочий год. Мы много работали. Сейчас мы и все учреждения подводим итоги прошлого года. Но по всему результаты есть. И Бюро не прекратил работу и во время пандемии. Да, может быть, о пандемии говорим о чем-нибудь позже. Да. Что-то где-то он помит. Может быть, да, или телефон, да, спасибо. Да, что касается... Вот, наверное, журналисты всегда обращают внимание на какие-то громкие дела. Они, наверное, были и в прошлом году. Может быть, из-за пандемии так ярко это все не было представлено, не прозвучало. Что касается вот громких дел, ну, наверное, конечно, на моей памяти это все, что связано с Рига Сатексма, где было несколько уголовных процессов. Может быть, несколько слов об этом? Ну, да, в связи с Рига Сатексма в бюро в производстве было несколько уголовных дел. На данный момент основное уголовное дело, которое связано с закупками, следственные действия еще проводятся, и КНАП работает, так как это дело довольно объемное и очень сложное. Это связано с разными правовыми запросами в другие государства, и поэтому и следствие будет довольно длительное. Ну, одно из таких, которое вызвало общественный резонанс, это было прекращено уголовное дело по перечислению финансов. В Рига Сатексма из Рижского самоуправления это уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Бюро проверил, провел следственные действия и констатировал, что в итоге перечисление финансов не составляет состав преступления, так как деньги в Рига Сатексме были перечислены для оплаты, для компенсации проезда бесплатного. Бесплатного проезда, да. И это как бы не составило, не нанесло урон бюджету самоуправления. Да, если мы вообще говорим о, может быть, специфике работы КНАБа, вот у вас все перед глазами, как видоизменяется, если так можно сказать, коррупция и должностные, может быть, какие-то злоупотребления. Вот все-таки вот эти коррупционные схемы, они становятся, не знаю, более сложными, они вообще вот меняются. Или, в принципе, вы видите год от года одни и те же механизмы. Нет, надо сказать, что люди, которые занимаются коррупцией, они тоже очень образованные, и схемы выявляются довольно сложные. Эти люди с очень хорошим финансовым образованием, и если мы говорим о такой большой коррупции, да, то и схемы довольно сложные, потому что люди могут призвать на помощь разных финансистов, у них есть средства и возможности вывести деньги в офшоры и так далее, поэтому это довольно сложно, и все идет в ногу со временем. И это, наверное, требует, не знаю, и большего вообще времени и усилий, чтобы все эти вот схемы выявить, доказать, что действительно имело место преступление. Конечно, мы обучаем и исследователей, чтобы они могли бы понять эти схемы и вообще расследовать. Поэтому бюро очень много уделяет время и ресурсов для обучения своих работников в сфере финансов, в сфере аналитики и так далее. Наверное, несмотря на пандемию, многие обратили внимание на те следственные действия, которые, или еще сначала ведомственная проверка, которые к нам проводил в отношении выплаты компенсации депутатам Сейма, ну, в частности, вот эти транспортные компенсации, потом на жилье для тех депутатов, которые в Риге не проживают. И тут вот я так понимаю, что даже вот в парламентской комиссии была такая вот такая дискуссия среди депутатов, которые говорили, что, с одной стороны, вроде бы, да, все равны перед законом, с другой стороны, может быть, это какие-то мелкие нарушения, которые сам Сей может проконтролировать и сам решить, там, не знаю, решить депутаты выплаты компенсации, если есть злоупотребление или неправильно использовали компенсацию или нет, зачем тратить ресурсы КНАБА для расследования того, там, не знаю, депутат заправил машину, не знаю, свою или машину жены, или подменную машину, что вроде бы это настолько мелко, что вот КНАБу не стоит этим заниматься. Ну, это как бы мое мнение, но хотелось бы указать, что не от того, какой должность занимает человек, он должен соблюдать законы. Если компенсация предназначена для каких-то конкретных целей и лицо его использует для других, то он, будь это чиновник какого-то государственного учреждения или депутат Сайма, он должен соблюдать закон, и если он его нарушает, то он будет призван к ответственности. И тем более это депутат Сайма, которому люди, народ доверились, поэтому он должен быть тем более законопослушным. То есть здесь у вас нет никаких вот снисхождений в этом плане, да, неважно там депутат или чиновник? Нет, бюро работает, несмотря ни на занимаемую должность, ни какой-либо партии, человек приближенный и так далее. У нас бюро на это совсем не смотрится, и мы работаем по всем и в любой сфере. Это является нарушением. Да. Вот, наверное, вы сейчас, ну, не знаю, насколько часто, но сталкиваетесь, расследуя те или иные возможные преступные деяния, сталкиваетесь с тем, что, возможно, сама регуляция, регулирование тех или иных, ну, тех же компенсаций может быть настолько как бы непрозрачна или не точна, что и создает почву для тех или иных разноупотреблений. Я не имею только компенсации, но вообще ведь зачастую имеет значение вот это регулирование, есть ли лазейка или есть ли соблазн для совершения вот тех или иных вот коррупционных действий. Да, конечно, и когда с такими уголовными делами это выявляется, то и законодательство начинает меняться. Одно из таких очень примеров можно привести в Ригас Пашвалдебе, когда выявился коррупционный скандал и там тогда поменялось законодательство, нормативные акты. И сейчас, после выявления этой проблемы, эту часть привели более-менее в порядок. Да, ну вот, наверное, очень такая важная тема. Это все, что связано с предвыборными расходами партий. И мы знаем, что увеличено государственное финансирование для партий, которые соответствуют определенным критериям. В частности, на последних выборах в парламент получили хотя бы 2% голосов избирателей. Я знаю, что у КНАБа были предложения, целый ряд предложений, как усовершенствовать законодательство в этой сфере. Может быть, несколько слов об этом вообще, с точки зрения расходов партий на предвыборную агитацию? Да, на данный момент поменялось законодательство. И в этом году мы сможем посмотреть, улучшилось ли использование финансов. Бюро очень четко следит, как партии используют. И если констатируют, что партия использовала не по назначению ей финансы, то может запросить оплату обратно этих финансов, а также административно наказать партии. И даже фактически, ну, лишить финансирования, да? Да. Если выявляются какие-то особо тяжкие нарушения, то конечное, самое тяжелое, скажем так, наказание, может быть, невыплата финансов. Уже в конце прошлого года такая резонансная была история с возможным использованием вот этих бесплатных пропусков на муниципальные стоянки Риги. Ну, теперь уже бывшим министром, депутатом Сейма господином Пуцей, возможно, не только им, параллельно появилась информация, которая депутат Рижской думы господин Мичеревский в публичном пространстве распространил, о том, что, возможно, имело место в партии Латвия с АТС-Тибой, имело место вот такое незаконное финансирование. То есть получали деньги от спонсоров, я так понимаю, наличные, так утверждал господин Мичеревский. Потом активисты партии уже зачисляли эти деньги как свои пожертвования. Я так понимаю, что по обеим вот этой информацией проводится проверка. Да, по данным фактам проводится в бюро проверка, и поэтому в каких-то деталях, что констатировало бюро, я на данный момент пояснить общественности не могу. Но когда проверка закончится, мы обязательно проинформируем общественность о результатах проверки. Вот новый генеральный прокурор, Эспейс Тулканс, неоднократно вращал внимание, наверное, в последнее время на сроки расследования тех или иных уголовных дел. Понятно, что очень много есть факторов, обстоятельств. Вы уже упомянули, в частности, там, вот отправка запросов в другие страны, что тоже занимает время. Тем не менее, вот что касается сроков, вас, наверное, тоже это беспокоит, уменьшились ли вообще вот сроки расследования к нам? Это, конечно, зависит от конкретного уголовного дела. Если уголовное дело несложное, и все следственные действия можно провести в Латвии, и в уголовном деле не нужно каких-то сложных экспертиз или требований каких-то допросить экспертов, то уголовное дело расследуется довольно быстро. И в прошлом году, мы сейчас тоже подводим итоги годовые, то я могу сказать, что в течение года обычно уголовное дело передается в прокуратуру. Если уголовное дело связано с правовыми запросами в другое государство, то на данный момент надо сказать, что, конечно, сроки будут довольно длительные, так как и в других государствах пандемия, и они почистую задерживаются в связи с ситуацией во всем мире. Но это, конечно, и связано с тем, в какое государство мы отсылаем это правовое требование. Если это европейские страны, то это одни сроки. Если это какие-то третьи страны, то, конечно, там сроки будут другие, потому что нету такой очень хороших контактов, скорее всего. Но могу указать, что Латвия, особенно КНАП, хорошо отмечен, как мы выполняем правовые запросы, потому что в прошлом году мы получили в КНАБе более 30 правовых запросов из разных государств и выполнили их. И очень часто у нас приходят благодарности о том, что мы очень быстро и качественно выполнили эти правовые запросы. Ну, наверное, ведь зачастую это еще зависит, я привожу больше такой персональный вопрос, но зачастую это зависит и от качества самих этих запросов. Если информация достаточно конкретная, которую просят вас предоставить, тогда и вам легче, наверное, выполнить этот запрос. И наоборот. Да, конечно. Но для выполнения, если он некачественный, это проверяли это генеральная прокуратура, международный отдел и некачественные запросы, скорее всего, до нас вообще не доходят. Да. Это генеральная прокуратура, и они принимают решение передать нам на выполнение или нет. Но можем мы и скоординироваться, нам звонят, мы общаемся с другими коллегами из других государств, и это не проблема. Да. Наверное, часто о эффективности той или иной правовой институции, ну, или КНАБ, наверное, в первую очередь судит общество по каким-то решениям суда, по обвинительным приговорам и по, простите, по посадкам. Да, и, наверное, часто мы читаем комментарии, ну, вот КНАБ работает, там, задержания, обыски, аресты. А где же посадки? Ну, можно, конечно, сказать, что люди требуют крови, это, наверное, в правом государстве не самый правильный подход. Нужно все оценивать, действительно, объективную сторону. Но, тем не менее, вот по вашей статистике, не знаю, доступно ли уже у вас такое обобщение за прошлый год. Действительно, были ли посадки? Были ли реальные ступки тюремного заключения? Ну, это очень дискутируемый вопрос. Нужно ли человека за коррупцию именно сажать в тюрьму? От этого какая польза обществу? Да, у нас по статистике есть реальные сроки. Они не очень-то большие, но в основном это денежные штрафы. И, скажем, мое мнение, что это не так уж плохо, когда человек, не общество содержит человека в эти годы, которые он провел бы в тюрьме, но он приносит доход в госбюджет. Одно из последних дел, человек, который связан с коррупцией в госкассу, внес 140 тысяч. По-моему, это совсем неплохо. Также я хотела бы отметить, что уже первое дело прошло против юридического лица. И юридическое лицо по мере наказания в госказну внес 77 тысяч. Поэтому этот вопрос, мне кажется, очень можно дискутировать. Нужно ли применять меру содержания под стражей или дать возможность человеку работать, зарабатывать, платить налоги, а не содержать обществу его? Да. Вот мы знаем, что в целом ряде учреждений, ну вот, к примеру, в Рижской думе есть подразделения по предотвращению коррупции, вводятся какие-то механизмы. Насколько это вообще может быть эффективно? Или практика показывает, что самим себя или своих работников, наверное, сложнее контролировать? По законодательству в каждом учреждении должно быть внутренний контроль. И есть, конечно, все красиво написано на бумаге и так далее, но зачастую этот механизм довольно неэффективен, скажем так. И когда бюро указывает на какие-то пробелы или выявляет нарушения, то учреждение понимает, что где-то в нормативном акте пробел и, ну, скажем так, пробует улучшить это. Есть учреждения, где эти механизмы работают эффективно. Скажем, очень хороший механизм контроля внутренней борьбы с коррупцией отработано в ЦСДД. В последнее время у них выявляются сразу какие-то попытки давать взятки и так далее. Это одно из очень... Как-то типа, те, кто был в ЦСДД, знают, там все на видео снимается, все записывается. Мне даже тяжело представить, кто может рискнуть. Это какая-то невероятная глупость, не правда ли? Да, но у них этот механизм очень хорошо отработан и больше таких случаев по даче взятки у них практически не выявляется. Хотя ранее такие попытки были. И это значит, что учреждение улучшает, думает, как работать, как предотвратить тот или иной случай, и чтобы не допускать такие возможности, и что человек может быть нечестен. А что касается, если мы говорим о других государственных структурах, которые в свое время были подвержены той или иной степени коррупции, я имею в виду и полиция, таможенная служба. Можно ли говорить, что и здесь есть такое улучшение? Я думаю, да, потому что сейчас все больше и больше задумываются о том, что коррупция наносит очень большой урон государству. И учреждения, и структуры думают, как не допустить, потому что все более... Ну, и люди сами уже более строже относятся к этим случаям. Они не приемлят их. Да, отношение общественное имеет большое значение. Что касается, возможно, каких-то пробелов в законодательстве, где вы сами видите, что надо бы здесь улучшить или здесь, но зачастую мы слышим про тот или иной скандал, ну, не знаю, там, начиная даже от эффективной занятости, говорят, ну, вот мы направили заявление в КНАБ, хотя понятно, что есть целый ряд вопросов, которые не в компетенции КНАБа, а больше, наверное, в компетенции полиции. Ну, да, зачастую общество думает, что КНАБ может разрешить любую проблему. Скажем, у нас бывают и заявления такие, что у меня за отопление очень большой счет. Но, увы, КНАБ... Видимо, там коррупция. Да, увы, КНАБ не может этому помочь, но если мы получаем заявление, которое не в нашей компетенции, мы его рассматриваем и пересылаем в учреждение, которое компетентно помочь человеку или дать ответ и так далее. И разъясняем, куда ему лучше обратиться по данному вопросу. Потому что в бюро очень, скажем так, узкая компетенция. Это только то, что связано с коррупцией. Конечно. Да. Что касается еще работы, может быть, КНАБа, насколько вы констатируете сейчас именно, не знаю, рост или, наоборот, снижение вот этих коррупционных схем именно в государственных, муниципальных структурах. Потому что, ну, наверное, это такой основной объект внимания. Да. Ну, мы работаем, скажем так, по всей Латвии, во всех регионах. Если кто-то думает, что он находится в том, как в Латвии, и к нам находится в Риге, и что мы туда не доберемся, то, ну, это не так. Особенное внимание мы обращаем на закупки в самоуправлениях. Это одна из таких больных тем, где самые большие разновидные схемы, может быть, коррупции. Не всех в самоуправлениях, но, почистую, это одна из таких сфер, где коррупционные схемы выявляются. Я так понимаю, это, может быть, в начальном этапе даже условия конкурса. Вот уже там, может быть, да, какая-то коррупционная составляющая. Именно так. И чтобы раскрыть такую схему, ну, нужно вложить очень много работы. Ну, вот нет ли здесь, вот, как говорится, палка о двух концах? Нет ли, вот, когда говоришь с какими-то работниками самоуправления, которые, ну, занимаются организацией закупки, которые уже, понятно, что боятся вот каких-то обвинений в коррупции, естественно, в том числе необоснованных, и уже заранее есть такая тенденция на какую-то самую маленькую цену. И потом, я понимаю, что, может быть, это уже не проблема КНАБА, но потом говорят, ну, да, естественно, мы боимся, что любой конкурент, который не выиграл конкурс, тут же нас обвинит в коррупции, будет расследование. Поэтому, неважно, какое там будет качество предоставляемой услуги, самое главное, чтобы была самая маленькая цена, никто не придерется. Нет, я не хотела бы так сказать, если тендер выигран честно, с лучшим предложением, то ни КНАБ, ни Бюро по закупкам выскажет какие-то претензии. Конечно, могут быть какие-то мелкие нарушения, которые не последуют, после которых не последует уголовное дело. Потому что, чтобы возбудить уголовное дело, должно быть основание и конкретные факты, что человек осмысленно нарушил закон. Поэтому, я думаю, нет. Да, ну, понятно, что и руководство полиции, руководство прокуратуры, это не только связано с пандемией, уже долгое время тоже жалуются или сигнализируют о нехватке работников. Понятно, что дефицит работников есть в этой сфере. И что касается КНАБа, насколько вы, как бы, укомплектованы и насколько решены вопросы, не знаю, социального обеспечения и так далее. Да, на данный момент у нас есть свободные места. Это связано и с тем, что с 1 января у нас добавились рабочие места. но, скажем, это проблема всех учреждений. Ярко выражена нехватка тех же самых следователей, хороших следователей, которые могли бы расследовать сложные, тяжкие уголовные дела. и это не только в КНАБе, это и в полиции, также нехватка кадров у тех же прокуроров, потому что мое убеждение, что не каждый может быть следователем и не каждый может быть прокурором. иметь юридическое образование. Юридическое образование может получить каждый, но не каждый сможет делать эту работу, потому что следователь должен думать два шага вперед, и это довольно тяжелая работа, которую иногда думают, ну что это такое, переложил бумажку к бумажке и это все, но это тяжелый труд, скажем так, и не каждый хочет работать вечерами, ночами, общаться с людьми, которые приходят не с позитивными эмоциями на допрос и так далее. Это кропотливое работа также с бумагами, также с людьми и ну надо думать всегда два шага вперед. Очень так есть представление какое-то стереотипное от НАБИ, как-то такой, ну не знаю, карательной структуре, но одна из, наверное, одно из направлений какая-то превенция, не знаю, профилактика, насколько это сейчас актуально, когда общество, конечно, озабочено этой пандемией и может быть несколько слов еще об этом. Да, бюро не только борется с коррупцией, но и проводит разные обучения для того, чтобы должностные лица понимали закон о интересах конфликтов, также проводится обучение о системе внутреннего контроля в учреждениях. Мы также используем в этом году в связи с пандемией отдаленные обучения и, скажем, обучаемых не стало меньше. У нас стоят в очереди учреждения на запросе о наших семинарах и мы их проводим и обучаем, чтобы чиновники соблюдали закон и не нарушали его. Вы уже упомянули одну сферу, где достаточно высокие риски коррупции, имеется в виду закупки. Что еще, на что вы будете обращать внимание особо в этом году в наступившем? Одно из оснований это, конечно, закупки, это сфера медицины, это сфера, где проводятся разные ремонтные работы, строительные работы, потому что, как выявляет практика, в этих сферах очень много откатов, как в народе говорят, откатов и так далее, поэтому бюро будет тщательно следить, что происходит в данных сферах. Но медицина это тоже в том числе закупки в какой-то степени, да? Да, закупки сейчас очень актуально, очень часто задают, следит ли бюро о том, как проходят вакцинации, нет ли в той сфере какой-то коррупции и так далее, поэтому бюро следит и за закупками, и затем не предлагаются ли какие-то взятки и так далее врачам. Надо отметить, что врачи в это время работают очень в тяжелых обстоятельствах, им тяжело, но в любом случае, если будет сигнал о возможной коррупции, то бюро будет это расследовать. Да, ну, может быть, такой еще последний вопрос. Вы упомянули, что, в принципе, в течение года, да, вот обычно все-таки вы стараетесь, если нет других обстоятельств, вот тот или иной уголовный процесс завершить. Насколько часто бывает так, что вот эта большая работа, ну, к сожалению, заканчивается, ну, не знаю, не к сожалению, заканчивается тем, что все-таки вы констатируете, что нет достаточных оснований для предъявления обвинений для направления в прокуратуру? Да, такие случаи бывают, и это в работе следователя хотелось бы сказать нормальная практика, потому что уголовное дело возбуждается по какому-то факту, оно проверяется, и бывают случаи, что невозможно больше получить дополнительных доказательств, тогда прекращается дело по факту, когда невозможно заполучить эти доказательства. Бывает, что мы проверяем и без процессуальных действий другим образом проверку провести невозможно, и мы констатируем, что да, мы проверили, мы вложили работу, но данный факт не подтвердился, бывает и такое, но другими методами, как только возбудить уголовное дело, мы этот факт не могли проверить, поэтому это такой рабочий момент, и хотелось бы призывать общественность не воспринимать возбуждение уголовного дела, как то, что это что-то из ряда он выходил, и человек обязательно уже виновен априори, да? Да, пока его вина человека не доказана, пока прокуратура и суд не признал, суд в принципе не признал человека виновным, он невиновен, он находится под следствием, да, конечно, это неприятно, но лучше проверить все и принять правильное решение, чем осудить невиновного человека. Спасибо большое, замначальника бюро по предотвращению борьбы с коррупцией, Инна Туцирова была на прямой связи, большое спасибо. Всего доброго.